Вот раз Джордж Мартин прозвучал, который, кстати, и подал, по-моему, идею использовать симфонический оркестр при записи и Эбби Роуд, и Лит Эдби. А у Астуди есть свой Джордж Мартин? Есть продюсер, который вас направляет и подсказывает? Или вы, Джордж Мартин? Ну, вот продюсер у нас Байгали, но идеи всем в голову падают разные. Но ведь не с самого начала вы были продюсерами, или прям вот никто? Ну, я был музыкальным руководителем у Розы Рымбаевой. Потом появилось новое модное слово. Да, я музыкальный руководитель. Музык, музык. Да, музык даже был такой. Сказали, руководитель казах-концертов. И Розен муж Таскин предложил мне возглавить этот пост. И говорит, Боря, набери музыкантов, с кем ты хочешь работать. Вот первый был Володя. Не пост в инстаграме, не путайте. Все перепуталось. Не религиозно тоже. Кстати, да, я об этом не думал. И вот первый человек был Володя. Я его знал давно. Я ходил к нему в гости. Он же так, как он хорват, и у него родственники присылали пластинки виниловые. Это была большая редкость. Вот мы так и познакомились. Я пришел, взял диск виниловый Deep Purple. Попросил его на неделю, слушал его у себя там на Ригонде. И мы стали дружить, потом работать на танцах. И когда была вот такая вот возможность к Розе собирать коллектив, я позвал Володю и так далее. Потом следующих музыкантов. И вот возглавил этот пост. Когда вы и про Deep Purple, и про судьбу. Когда вы там слышали Smoke on the Water, вы могли бы представить, что вы будете в этом самом Монтре, про который, собственно, был... Никогда в жизни. Знаете, в Советском Союзе представить такое было нереально сложно. Но фантазии были. Были все-таки фантазии. Конечно, но фантазии никто не отменял. Но такая мечта была далекая. По-моему, как будто бы она несбыточная. И вот сейчас уже так поменялись времена. Я сейчас познакомился с великим Ян Пейсом. Это барабанщик группы Deep Purple, для тех, кто не знает. И уже вот даже не верится. Мы стоим с ним, разговариваем. Пошли там в бар, сели, чай попили. И я его спрашиваю, а как вот вы так играете? Он играет потрясающе. Я был на их концерте сейчас в Монтре в прошлом году. И он абсолютно вот... Великие люди, они настолько простые в общении. Он говорит, просто я... Я не знаю, я люблю музыку, мне так нравится играть и все. То есть он так не говорит о том, сколько он часов просидел. Вот сейчас слушает наш барабанщик о студии и простраивается. Пусть слушает. Полезно. Полезно, да? Пусть вот эту половину рассказа о том, что они сидели в баре, выкинет. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. В 19.30 на телеканале Москва 24. В 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...